Вечерний Париж выглядит так. Иду в шестой линии метро. Была возле Тракадера. Сегодня была в деревне гастрономической, где представлены разные страны. Они показывают свою кухню. Цены заоблачные. Один рогаль 2,50. Это вообще просто степ такой, можно так сказать. По-другому не скажешь. Я уже была знакома с этой деревней. Я уже знаю, что это такое. Поэтому я вначале прошлась, посмотрела, что там есть. И взяла только один блинчик индонезийский. Я видела рекламу в интернете. Мне очень было интересно попробовать. Ну, хотя бы кусочек. Ну, вот там 3 маленьких штучки стоили 5 евро. Я взяла этот блинчик. Кстати, он очень вкусный. В Индонезии не было. Поэтому мне было интересно попробовать. Так, я самар готовлю часто. Ну, а все остальное, в принципе, знакома. Арабские страны я не стала. Пробовать мне не особо интересно это. Возле нашей спрошлась. Там есть Армения, Азербайджан, есть Украина. Наши пели. Очень грустно пели. И там все они танцуют, запоют все эти страны. Не только они показывают свою еду. Ну, вот дорога. Можно на Тракадера взять, шестерку. И поехать на Шар-де-Гольф. Но я возьму шестерку. Она идет ближе ко мне. А там я уже поменяю на свою восьмую линию. Я живу на восьмой линии метро. И так, идем к шестерке. Шестой линии метро. Сзади меня мост. И там вот шестерка проходит. Но пока красный свет. Можно полюбоваться на башне. И каждый день выползаю в Париж. Хочется телевизор вечером посмотреть. Идем. Я что-то готовлю. Вечером готовлю. Потом телевизор. Ну, решила поехать в эту деревню. Так как я что-то я наготовлю. Посмотреть, может быть, какие-то интересные идеи. Увидеть. Ну, в принципе, все там еда практически знакомая. Я ее видела или пробовала уже где-то когда-то. Гастериномическая деревня работает раз в год. Четыре дня. До десяти вечера они работают. Кот был пять евро. Хорошо можно было билеты платить с карточкой. Вот. Ну, и да, там надо приходить двадцать-тридцать евро. Минимум с собой иметь. Потому что любая мелочь стоит 3-5 евро. Фонарики включают уже. А тут у нас метро проходит. Мост. И метро идет. Сегодня суббота. Много туристов. Свадьбы. Очень популярное место. И я забрыла на гастрономическую выставку. И уже еду к себе. Не часто приезжаю сюда. Я это не далеко от ее лестницы в полей. Лето было очень жарко. Буквально пару дней. Как упала температура. И более-менее нормально. Можно дышать. А то было 40. Тут на каждом метре фотосессия. Кто-то кого-то снимает. А я снимаю себя на фоне башни. И прогуливаюсь возле стены. Кто-то снимает на мобильный. Кто-то на профессиональную камеру сзади меня. Девушку снимают раз двое сразу. Что-то в футболках. Что-то в вечерних платьях. Которые блестит. Ночи. Девушка сзади меня стоит. Может быть плохо видно. Платье переливается. Кто-то на чем приезжает. Кто-то на лимузинах приезжает сюда. Может и мой лимузин. Может он меня забыл. Нет, я же не заработала на лимузин. У меня нет подписчиков. Большого количества. И некоторые товарищи ведут здесь. Пакать как регулярно. На этой веселой ноте я закончу вечернюю прогулку вдоль стены недалеко от Афелевой башни. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...